Между небом и землей, ты живешь, мой грешный ангел, знаю все равно, будешь со мной, пусть между небом и землей. Он приобрел популярность в России в 2006-м после победы на конкурсе «Народный артист-3» и сразу получил звание заслуженного артиста Бурятии. А спустя год его пригласили работать в группу «Премьер-министр». Погода нелетная, я знаю, и где-то тебя не отпускаю, ты там далеко моя родная, в чужом краю. Погода нелетная, над лоном, падают капли с небосвода, но сильнее этой непогоды то, что я тебя люблю. Сегодня Амарху ведет насыщенную творческую жизнь. Поездки на родину вплетаются в тесный гастрольный график и музыкальную деятельность в Москве. И все же музыкант снова в Улан-Удэ. Артист признается, что на первом месте по-прежнему остается музыка. «Засыпаю с мыслями о творчестве, просыпаюсь с мыслями о творчестве. То есть это что, новые песни, новые эмоции, новые клипы. Каждое утро проверяю интернет, что там новое. Ну-ка там, что там, кто там сделал. Крис Браун сделал новый альбом. Классно. Бой с тобой новую песню. Классно. Оттуда берешь какие-то там, не знаю, какой-то заряд энергии, и ты начинаешь это все делать». В Бурятию музыкант приезжает часто, но в тихомолку. Специально для нашего канала Амарху согласился дать интервью и поделился своими планами на ближайшее будущее. «Есть в планах создать новый бойс-бенд, группу. Но это все в планах, это все впереди. Я думаю, что зрители услышат, увидят. Я очень надеюсь, что все молодые и талантливые ребята к нам придут». Для поддержки талантливой молодежи в Монголии известный артист создал собственный продюсерский центр. По его словам, у Монголии есть все шансы выйти на такой же уровень, как в России, Европе и Америке. Музыкант отметил, что кроме творчества в последнее время увлекся еще и бизнесом. Вместе с отцом недавно они открыли строительную компанию. Уже завтра артист улетит к себе на родину в Алан-Батор. А пока свободные минуты планируют провести легко и непринужденно. «Сейчас, успея какие-то свои дела решить, то планирую, естественно, встретиться с друзьями, съездить к педагогу Галины Алексеевне, которая меня научила, в принципе, всему то, что я умею на сцене, провериться, да, как бы в форме, я не в форме, там, как у меня с голосом, есть такие какие-то такие, ну, жизненные моменты». Месяц назад у артиста родился сын, поэтому все свободное время он старается посвящать семье. Его жена известная топ-модель Азии. Будущие супруги познакомились пять лет назад на съемках фильма «Операция Татар», где Амарху исполнил главную роль. «Зачем? Зачем вы лезете в мою жизнь? Какие вы дураки! Хотите из-за меня в тюрьму?» Полтора часа беседы пролетели быстро и незаметно. В разговоре популярный артист прост. Никакого намека на звездность. Однако на вопрос, посещала ли его звездная болезнь, музыкант признается, было и такое. «Да, естественно, каждого человека, мне кажется, звездная болезнь посещает. Это не важно от того, что ты артист или не артист. Это может быть начальник какого-то предприятия. Но эту болезнь звездную нужно уметь включать и выключать. Бывают же разные люди, бывают разные организаторы концертов. Бывают, что они хотят тебя обмануть в этом духе. Вот тогда нужно включать звездную болезнь. А когда люди к тебе чисто искренне от сердца начинают относиться, хотят тебе помочь, глупо им показывать свою звездную болезнь». Уже в сентябре Амархут даст большой сольный концерт в Улан-Удэ, который пройдет на площадке ФСК. Артист обещает фееричную шоу-программу с новыми танцорами, хореографией и песнями. Будут и полюбившиеся композиции из народного артиста. Наталья Китаева, Вячеслав Сердюченко. Первая альтернативная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова